Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Место Каролина Плишкова выиграла в двух партиях 6-3 и 6-4. Национальная сборная команда также не смогла стать победительницей Кубка Федерации. Матч за первое место с чехами получился напряженным. Первую партию Россия выиграла 6-4, а потом дважды потерпела поражение 3-6, 2-6. У чехов это уже девятый трофей в их истории выступлений в Кубке Федерации. Перворазрядник Владимир Ефимов на соревновательном ринге 3 года за это время не раз становился чемпионом Самары и всей губернии. Сейчас сражается в финале Кубка Стадиона «Чайка». Изменять в своей манере боксирования не намерен. Мощный напор. В принципе, я очень сильно бью. Я думаю, это будет хороший бой. Пятый турнир по боксу собрал в поселке управленческий начинающих и мастеровитых бойцов со всей Самарской области. Только столица представила шесть боксерских клубов. Для одних это начало спортивной карьеры, для других – завоевание рейтинговых очков, от которых зависит попадание в сборную 63-го региона. Делаем вот этих будущих чемпионов для города. Поэтому, если не будет таких турниров и не будет чемпионов, и первенство города не с чего будет проводить. И мы вот занимаем вот эту нишу, когда подготавливаем для первенства города, для серьезных турниров. Медали разыграли 130 боксеров в разных возрастных категориях. От 7 до 19 лет впервые в этом году прошло два поединка с участием девушек. На девочек приходят посмотреть, но не то, что к сожалению, а просто уровень женского бокса. Немножко другой, как от парней. Это только мы начинаем. Но у них есть стимул, у них есть развитие, поэтому посмотрим. В следующем году Кубок Чайки будет двухэтапным. Победитель определится после двух турниров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.